Детский хореографический ансамбль «Сувенир» и ансамбль современного танца «Серпантин» – два лобнинских коллектива, которые приняли участие в постановке балета «Лебединое озеро» Театра «Корона русского балета» на сцене ДК «Чайка». Проект совместного выступления профессионалов и детских коллективов опробован уже более чем в 70 городах России. Для чего мы детей приобщаем к искусству? Чтобы они были настоящими патриотами своей страны, чтобы они любили, чтобы они знали своих композиторов, хореографов, гордились искусством. Конечно, классика всегда останется в жизни. Это очень хорошая музыка. Под нее всегда надо ставить танцы и танцевать. Дети должны любить классику. Хотя у нас и ансамбль эстрадного, современного танца, но обязательно мы занимаемся классикой. И дети должны уметь, любить, понимать ее. Премьерой совместной работы стал спектакль «Щелкунчик», в котором сувенир и серпантин приняли участие в прошлом году. Это выступление позволило юным танцорам не только поработать с профессионалами на одной сцене, набраться опыта, но и сдружиться между собой. Приглашение участвовать в спектакле «Лебединое озеро» приняли также с воодушевлением. Мы ждали этого представления. И мы и в дальнейшем собираемся сотрудничать. Во-первых, в прошлом году с серпантином очень сдружило это нас. Для детей наших это большая-большая радость. Они очень ждали, целый год ждали мы «Лебединое озеро». Всего в постановке были задействованы 58 юных танцоров из обоих коллективов. Я вообще безумно рада, что мы сюда попали уже во второй раз. Для меня огромное счастье выступать такими профессионалами. Просто это огромный опыт для нас. Такие мероприятия помогают нам стать более профессиональными и удостовериться, что мы тоже что-то можем. Нам очень понравилось прошлое выступление. Мы были вне себе от удивления, потому что мы первый раз увидели настоящих балерин. У нас сражали ноги, мы не знали, мы боялись, что испортим им концерт, потому что мы первый раз выступали с ними. Сегодня мы на шаг уже повыше поднялись и думаем, будем намного увереннее танцевать. Мы были немножко поменьше, ну немножко побольше волновались. В прошлый раз мне понравилось выступать. Я чувствовала себя балериной. Мы были меньше, хореографии было меньше. Конечно, мы больше боялись, потому что это был первый для нас раз. А сейчас мы уже второй раз, уже как-то более уверенней и более спокойнее хореография появилась уже. Но мне кажется по-другому, потому что тогда было так, ну как сказала Стасия, поменьше хореографии. Поэтому уже как-то спокойнее стало. А когда уже движение сложнее, уже становится неувереннее, что ты это сможешь сделать. Интересно, что перед показом у ребят был всего один генеральный прогон на сцене. Дети репетируют у себя здесь в Лобне, в студиях, да. И в принципе там у них все уже отрепетировано. А на сцене мы общую репетицию проводим для того, чтобы они не терялись. Потому что декорации, костюмы, артисты, чуть-чуть по-другому все, не так, как в классе. Вместе у нас была только один раз репетиция. Один раз на сцене, а так мы очень много в нашем зале тренировались. Надо привыкнуть к сцене, к размерам ее, как она устроена. Ну непривычно, когда репетируем в одном зале, а танцуем намного меньше, чем сцена. Наши дети в прошлом году выступали. Наверное, все-таки мы как-то уже прочувствовали артистов и знаем, что от нас хотят. Немножко ориентируемся на сцене, поэтому очень все сегодня прошло легко. Особенностью Лобнинского лебединого озера стало участие детей в Белом акте. Юным танцорам доверили танец маленьких лебедей. Первый раз у нас дети будут выступать в маленьких лебедях. Обычно у меня дети участвуют в первой картине и в третьей картине, а сегодня они в Белом акте участвуют. Они танцуют маленьких лебедей. Мне самому было очень интересно. Я увидел, конечно, это здорово. Я специально вот мы засниму сегодня, чтобы потом, может быть, и в других городах. Потому что я боялся выпускать детей в Белый акт. А еще полонез, вальс, неаполитанский, испанский и русский танцы исполняются юными артистами. В этот раз русский в балете – это более такой классический, можно сказать, русский. Так как у нас коллектив базуется на русский народном танце, там, конечно, мы танцуем в туфлях, в ярких костюмах. А здесь более такое все спокойное и в нежных тонах, потому что это все-таки балет. Хотелось бы пожелать в первую очередь и педагогам, и детям, и жителям Лобнин, чтобы все у них было хорошо. И скоро Новый год, и чтобы в Новом году все было хорошо. И что кризис, который сейчас творится в мировой политике, обошел нас стороной. Весной коллективы готовятся принять участие в спектакле «Спящая красавица». Екатерина Детловская, Лариса Панина, Алексей Орлов, Александр Михайлов, телекомпания Лобня.